Всем дорогие дорогие друзья, с вами Даваска. Во вчерашнем видео я вам показал все 20 наборов вот из этого замечательного списка, которые появятся уже 31 октября в обменниках за магический куб. Под вчерашним видео я увидел довольно-таки много наборов с просьбами показать какие три набора, какой один на набор лучше поменять, какие наборы буду забирать я и пособирать сетики с наборами. Ну что ж, всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Давайте для начала я вам скажу свое мнение, что буду забирать лично я. Во-первых, я вчера покопался на складе, я вчера в видео говорил, что вот этого набора у меня нету. В итоге у себя на складе в неоткрытых костюмчиках я его нашел. Потом я буду забирать вот этот костюмчик енотища. Если я не ошибаюсь, его в игре до сих пор не было и это первое появление этого набора в игре. Опять же, он мог где-то быть, но я мог просто его пропустить. Такой я тоже может быть. Это первый наборчик, который я заберу. Дальше это вот этот наборчик. Я тоже почему-то не нашел его у себя на складе, хотя я точно помню, что я его забирал. Но, возможно, я просто невнимательно смотрел и много раз его пролистывал. Следующий костюмчик будет вот этот женский инкубатор. С этого инкубатора у меня есть только женский костюмчик за два чертежа. И все. Ну и, соответственно, серебряный самурай за один чертеж. Остальные все наборы у меня есть. Это ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. Какие наборы лучше забирать именно вам? В принципе, давайте я вам позадаю вопросы. Вы на них поотвечаете. И уже исходя из ваших ответов, мы поймем, какой наборчик вам лучше забирать. Первый вопрос. Насколько долго вы играете в игру? Второй вопрос. Насколько хороший у вас склад, чтобы вы могли собрать сеты с тем набором, которые вы заберете? И третий, наверное, самый важный. Вы будете выбирать этот набор, чтобы вытащить из него какую-то определенную шмотку? Или вы планируете играть в этом наборе целиком? А теперь давайте пойдем по ответам. В принципе, рассмотрим... Я буду показывать скрины, потому что, опять же, все искать это довольно-таки долго. По поводу вот этого женского костюмчика. Отсюда мне заходят только шортики. И если у вас есть какой-то вот прямо супер-пупер великолепный женский сетик, и куда не хватает именно этих шортиков, то забирайте его спокойно. Дальше. По поводу этого костюмчика ничего не могу сказать, потому что он максимально неиграбельный. Дальше. С этим костюмчиком мы сетики пособираем мы сегодня. Он тоже довольно-таки неплохой. Отсюда прикольные штанишки, маска и капюшончик. Дальше. По поводу золотого уазика. Ну, если есть лишний магический куб, то забирайте. Дальше. Отсюда прикольная, но я только причесал сетика. Я уже говорил об этом в своем вчерашнем видео. Дальше. Енотича. Он прикольный. Наверное, даже если в нем играть все целиком. И даже если его раздербанить, то кроссовочки довольно-таки неплохие. И, возможно, масочка. Но под масочку только какой-нибудь оранжевый сетик. Турс довольно-таки интересный, но оранжево-зеленые штаны подобрать будет довольно-таки проблематично. Получается, под него нужны будут оранжевые штаны и какие-нибудь зеленые кроссовочки. Идем мы дальше. Дальше. Этот костюмчик подойдет всем тем, кто играет именно фулл наборами, а не сетами. Дальше. Тоже такой я себе. Мало что под него можно подобрать. Вот этот женский инкубатор. Как по мне, это самый худший инкубатор в игре. Дальше. Отсюда только штанишки прикольные. Со штанишками я тоже вам покажу сетик. Дальше. Отсюда прикольная юбочка. И, в принципе, все. Опять же, если есть прикольный женский сетик, то забирайте. Дальше. Серебряный самурай. Вот его я бы даже, наверное, порекомендовал, чтобы вы забрали. Потому что он даже целиковым смотрится офигенно. Но если вы подберете какой-нибудь самурайский сет, о чем мы разговаривали вчера на стриме, и о чем мы тоже поговорим и сегодня, он великолепный. Дальше. Женский вот такой вот инкубатор. Ну, с торсом мало чего можно собрать. Со штанишками я сетики видел. И ботиночки тут тоже довольно на такие интересные. Опять же, на любителя. Дальше. Вот такой инкубатор. Прикольно смотрятся кроссы под штаны ангела. Штанишки прикольно смотрятся под один хэллоуинский торс. Прическа идеально подходит под все фиолетовые сеты. Если вы кайфуете с фиолетовых сетов, и у вас основной сет фиолетовый, и у вас нету годные причесочки, то забирайте его, не пожалеете. Дальше. Такой себе инкубатор. Прикольные только кроссовочки. И все. Дальше. Акула. Она, кстати, унисекс. То есть, надевается и на мужского персонажа, и на женского. Такой себе. Я даже рассматривать его не хочу. То же самое. Я вообще не понимаю смысл этого набора. Этот. На любителя прикольно. Я только штанишки, под которые. Ну, немного проблематично подобрать себе прикольный сетик. Щелкунчик. Я вообще молчу. И все. Итак, давайте уже перейдем к сетикам. И начнем мы с этого костюмчика. Так, ну, давайте для начала сетики с капюшончиком. Но самое лучшее сет именно с этим капюшончиком, как ни странно, с кофточкой за рейтинг. Потому что вот эта повязочка на самой кофточке, она прямо идентичного цвета, что капюшончик. Тут можно пикнуть любую масочку. Главное, чтобы она не просвечивала сквозь этот капюшончик. Да, в принципе, и все. Можно даже, например, вот такую. Либо же какую-нибудь вот такую. Ну, тут она чуть-чуть просвечивается. Это мимо. Ну, давайте выберем какую-нибудь. Ну, вот эту, окей. И все. Штанишки, опять же, можно черные, вообще любые. Можно вот эти, которые я и показал. Потому что тут вот эти повязочки, они под курточку. А сами штанишки, они в цвет вот этих рукавов. Все. Дальше, что? С масочкой. Масочка довольно-таки своеобразная. К примеру, можно собрать, опять же, какой-нибудь максимально дефолтный сетик. Давайте я даже долистаю до этого торса. Ну, вот что-то наподобие можно заделать. Тут штанишки и торс вообще идеально. У нас есть пламя на масочке. И также торсы и штанишки имеют одинаковые золотые вставочки. Что-то подобное можно собрать. Опять же, если именно этих штанов у вас нету, то можно взять, например, вот эти. Либо же вот эти. Ну, вот эти я максимально не одобряю. Но вот эти вот две пары штанов именно под этот торс смотрятся идеально. А с этой торсом мы, скорее всего, пропустим. Потому что, ну, вы видите, когда мы надеваем практически любые штаны, то они капец как сильно вот тут просвечиваются. Плюс у нас в игре нету прям офигеть каких штанов под этот торс. Поэтому мы перейдем к сетику со штанами. Честно вам скажу, у меня в какой-то момент в игре была прямо цель собрать великолепный сет. Именно вот с этим сочетанием, где штаны и вот эти ботиночки. Но что-то лучше вот этого я подобрать не смог. Чисто теоретически сюда можно пикнуть вот эту масочку, которая прямо великолепно смотрится. Но идеального торса под эти штанишки не существует. Поэтому его можно, в принципе, собрать. Но будьте готовы к тому, что идеального сета у вас собрать не получится. А следующий набор, который мы разберем, это вот этот. А именно штанишки с этого набора. Были бы эти штаны чисто черного цвета, а не вот такого зеленоватого, то было бы в разы лучше. Но вот с этим торсом это смотрится просто великолепно. Также некоторые пикали эти штанишки вот под этот торс, что тоже смотрится довольно-таки неплохо. Ну давайте, к примеру, возьмем вот этот торс, который чисто черно-золотой. И посмотрите, ну видно, что штаны и торс разного цвета. Хотя по вот этим золотым элементам смотрится вообще великолепно. Ну, кстати, если под эти штанишки пикнуть вот этот торс, то тоже довольно-таки интересно смотрится. А что по поводу вот этого торса, тоже, но опять же, были бы они черно-желтыми, было бы лучше. Ну а следующий набор, который мы разберем, это, конечно же, серебряный самурай. Кто вчера был на стриме, тот может вспомнить, что лучше вот этих штанов под этот торс мы подобрать не смогли. Другие черно-красные, бело-красные смотрятся довольно-таки интересно, но все-таки самые лучшие штаны под этот торс, это именно те, которые я показал. Давайте вот даже чисто ради интереса на видос мы протыкаем все бело-красные штанишки, которые имеются у меня на складе. Ну вот эти тоже неплохо смотрятся. Дальше вот эти максимально на любителя, кому-то понравится, кому-то нет. Дальше щелкунчик, ну понятное дело, что мимо. Потом, ну, к этому наборчику мы вернемся, обязательно вернемся. Дальше вот эти белокрасные штанишки тоже ужас. Дальше вот эти, ну, в принципе нормально, но тут нету перехода к торсу. Вот эти штанишки, ну, из-за бирзового тоже мимо. Ассасин на любителя. Я думаю, что найдутся любители, которые будут под этот торс пихать вот эти белокрасные шортики. Ну и тут у нас даже ничего не остается, поэтому вот эти штаны самые лучшие под этот торс. Ну, вы просто сравните те штаны, которые мы смотрели до, и вот эти. Это просто идеально. Я говорил, что мы вернемся вот к этому костюмчику, откуда мы пихали вот эти штанишки в один из предыдущих сетов. И посмотрите, насколько это великолепно насочетается. Именно торс и штаны. Это просто идеально. Вы у меня можете спросить, а почему я сюда всегда пихаю голову зомби-самурая, потому что она сюда идеально подходит. Но вы все это спокойно сможете заменить обычной любой, я подчеркиваю, любой белой причесочкой, черно-красной масочкой, либо же можно взять чисто черную. Но чисто черная будет на любителя, поэтому лучше какую-нибудь либо только красную, либо черно-красную. Саденша сюда, к сожалению, не подойдет, но какая-нибудь красная самурайская, вот такая. Также голову Джокера за три чертежа сюда можно рассмотреть, все смотрится просто идеально. Ну и вот эта масочка, которую я искал. Вот можно даже взять вот этот трескинчик, либо же вот эту причесочку. Опять же все смотрится идеально. Что касается масочки, то тут все неоднозначно. Она должна вам заходить именно то, как она выглядит. Она подойдет под черно-красные сеты, черно-бело-красные сеты. Но если вы соберете кайфовый белый сетик, давайте прямо сейчас это и заделаем. Но я хочу собрать не свой бело-красный сет, который знают абсолютно на все, а подобрать какой-нибудь новенький. Можно даже взять вот этот бело-золотой, потому что у нас плащ с обратной стороны красного цвета. Также можно взять какие-нибудь вот эти бело-золотые штанишки. Обувь опять же оставляем бело-золотую. А вот причесочку уже можно разбавить каким-нибудь либо красным, либо бело-красным цветом. Самое главное, чтобы все это идеально сочеталось. К примеру, вот так вот. Да, я не спорю, что это не вау какой есет. Но если мы сюда возьмем, к примеру, вот эти штанишки и кроссы, возможно, даже можно вот эти все рассмотреть. И типа золотые элементы на торсе, на масочке, чуть-чуть оранжевое пламя на штанишках. И, ну, вот эти кроссы даже можно оставить как-то так. Также эту причесочку можно заменить каким-нибудь белым капюшончиком, либо же бело-красненьким. Например, вот этим. И тоже смотрится довольно на-таки интересно. Следующий сет, который мы рассмотрим, это, конечно же, водное граффито. Как я уже и говорил, вам достаточно собрать любой фиолетовый, либо черный на фиолетовый сет. И в любой подобный есет эта причесочка будет смотреться просто идеально. А также я говорил, что с этими штанишками можно подобрать вот такой вот сетик с хэллоуинского костюмчика. Вот такой вот он серый-бирюзовый получился. И он смотрится, ну, тоже довольно-таки интересно. Другие же наборы я даже рассматривать не буду, потому что они такие себе. Надеюсь, этим видео я вам очень сильно помог. И вы определились, какие наборы вы будете забирать за магический Е-куб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.